Всем привет, вы на канале Мурмял, и сегодня мы играем во вторую серию As Dusk Falls. Кому интересно, устаживайся поудобнее и поехали смотреть. Я же сказал, что никого не трону. Но ты сейчас реально нарываешься. Дейл, бери сумку, валим отсюда. Господи, я думала, он тебя убьет. Я тоже, аж ноги трясутся. Винц, с ними нельзя вступать в конфронтацию. Я понимаю, почему ты это сделал, но не надо так. Я должен вас защищать. Мало ли, куда бы они тебя увезли. Я должен защищать тебя и Зои. Должен, понимаешь? Храбрым быть хорошо, мертвым быть плохо, понятно? Да, понятно. Пап, тебя поранили? Не бойся, все хорошо. Через два дня мы будем в Сент-Луисе и забудем обо всем, что тут. Опа-на, копы приехали. Ребят, поздно, мы не успели. Черт! Это Данте. Он нас вытащит. Я бы на него особо не рассчитывал. Говорит шериф Ромеро. Округ Турок. Вы и так это знаете, сучьи дети. Хорошая новость. В Аризоне ограбления преступление третьего класса. Можно отделаться предупреждением. Плохая новость. Мы додумались ограбить мой дом. Тогда там была моя жена. Джей, следи за задним ходом. Надеюсь, вам хватит мозгов. Сейчас спокойно выйти из Татца. Телефон не отключайте. Я скоро позвоню и обсудим все условия. Говорить мы не будем. Да? Данте нас вытащит. Он, конечно, по жизни упертый, как баран, но дело свое знает. Будут переговоры? Думаешь, с пацанами станут говорить? Они ж влезли в дом шерифа. Добром такое не кончается. Вряд ли Данте в курсе, кто это. Но если узнает, наверное, решит обойтись без переговоров. Знает ли он, что мой сын сегодня здесь не ночует? Эш, это твой сын? Да. Моя гордость. Отсюда нас быстро достанут. Лучше рискнуть, как собирались. Берем одного заложника и валим. Черный ход заперт. Там они не пройдут. Тайлер. Слушай, может, просто выйдем уже к ним и все? Лучше молчи. Ромеро долго ждать не станет. А здешние копы ни на что не годятся. Так что нам лучше пока пересидеть. Кто-нибудь ответит? Полицейские вас поймают и в тюрьму посадят. Сейчас допросишься, сама в угол сядешь. Эй! А ну не смей так говорить с моей внучкой. Ей всего шесть лет. Нашел с кем связаться. Да, нашел с кем связаться. Хватит! Кто раскроет рот, того посажу в кабинет. Там есть еще один телефон. Если потихоньку свяжетесь с Данте... Пошутим над ним. Знаете, что училка ответит на стоять это ограбление? А? Стоять это глагол. Уловили? А ты придурок. Ты уловил? Да ладно, че? Смешно же. Ну вот, ему смешно, а ты просто шуток не понимаешь. Ну все, хватит. В кабинет. Нет. Не надо. Он будет молчать. Мишель, все хорошо. Нет, не хорошо. Ничего тут не хорошо. Знаете, вас обоих надо запереть, чтоб подумали. Джей, не подпускай никого к телефону. Сидите тихо. Не заставляйте меня сюда возвращаться. Ты зачем это сделал? Тут еще один телефон. Если шериф опять позвонит... Молодец. Руки освободить можешь. Не могу. Слишком туго. Так, ладно. Что делать будем? Может, их перетерять? А может, просто ножницами? Или просто ножницами. Сможешь сбить подставку для ручек? Так, надо же постараться. Ладно, чтобы это шумно не было. Вот так. Сейчас упадет. Надо заглушить звук. Я покашляю. На счет три. Раз. Два. Ну, вроде вышло у них. Если это копы, они будут звонить до упора. Ножницы достать сможешь? Быстрее, я подопру дверь. Я в мотеле, сон в пустыне. Можно мне поговорить с шерифом лично? Это шериф Ромеро. С кем я говорю? Я Винсент Уокер. Меня, мою семью, держат в заложниках. Ладно, Винс. Не спеши так. Я тебе помогу. Но сначала успокойся и выдохни. Хорошо? У нас мало времени. Понял. Но расскажи, что у вас там. Любые подробности. Их фамилия Хоут. Талер главный. Старший у них за главного. Как там его? Тайлер? Тайлер. Ну, да. Он уже на взводе. Если разозлиться, боюсь представить, что с нами будет. Надо же. Тайлер из всех троих самый рассудительный. Если даже ему резьбу сорвало, дело совсем плохо. Эй! Они дверь заперли! Черт! Винс, они сейчас вломятся. Зои страшно. Со мной шестилетняя дочка, Зои. Она не пострадала, но насмотрелась уже достаточно. Бедный ребенок. Не волнуйся, мы ее вытащим. Ладно, понял. Больше не могу говорить. Слушай, Винс, мы с этим делом разберемся и даже быстрее, чем ты думаешь. Там только смотри, Боба. Еще раз попробуешь с кем-то из них договориться, того поставлю у окна и застрелю. Убери своих от мотеля на 30 метров и больше не звони. Понял? Что ты им сказал? Ничего. Ничего. Не успел. Врешь, сука! Это правда. Он ничего не успел сказать. Чтоб вы знали, эти копы целиком и полностью подчиняются Данте. А Данте в гробу видал и нас, и вас. А ты? Нет? Да уж, тупо было вас тут от них оставлять. Отпусти! Больно! Зря вы приехали в Турок. надежда. Вы приехали в Турок. что тут у нас? Данте И тут внезапно двое в больнице, один в морге, двигатель по всему ангару разлетелся, и все потому, что вы не закрутили гайку на ДС-10. Нет, я ни при чем. В компрессоре был бракованный диск. Авиакомпания хотела сэкономить. Я предупреждал, но... Доказательств у вас нет. Советую все-таки взять деньги и подписать. Сумма немалая. Это запрет на разглашение. Если я это подпишу, меня же к самолетам больше не подпустят. А компенсации не хватит даже жилье на год оплатить. Я просто хочу работать дальше. Мистер Уокер, при всем уважении напомню, что в любую авиакомпанию вам в любом случае путь заказан. Не надо этих глупостей. Берите ручку. Перевернуть стол. Не будем мы подписывать ничего. Перевернуть стол. Не забудьте подписывать бумажку вместе с ручкой прямо взад. Ну ты смотри, остался еще порох-то. Черт. Алло. Да. Просто странный сон приснился. Как будто я у адвоката сижу. Сон? Спишь посреди дня? В смысле, ну... Я тут сплю и вижу, как мы... как мы в Миссури заживем. Просто собери вещи и уберись, чтобы хозяин не придрался. Понимаю, из-за переезда мы все на нервах. Это важный шаг. Но я чувствую, что все сложится хорошо. К семи будем дома. Привезу китайской еды. Зои! Все, давай. Ага. Жду. Вот надо ж было уснуть. Короче, надо до семи все собрать и привести в порядок. Чтобы арендодатель не придрался. С чего начнем? Ну вот, давай, наверное, что тут можно сделать. Для начала починим кондиционер. Это важно. Сейчас жара. Так. Представим, что это холодильная установка. И тогда... Нет. Тут явно инопланетные технологии. Я думаю, жена оценит как раз этот момент. Блаженство. Райская прохлада. Исправный терморегулятор от Винса Уокера. Так. Дальше можно упаковать коробки, чтобы лишний мусор не стоял. Не все мечты сбываются, к сожалению. Так, хорошо. Это готово. Что там еще по списку? Помыть посуду. Думаю, тоже немаловажно. Ну как раз время уже сейчас придет жена. Ну что? Осталось немного. А... Что тут еще можно? О, выйти наружу, я думаю. Отдохнем. Прощай, Сакраменто. Смотрим на горизонт. Зачем мне врата на запад? Вид отсюда гораздо лучше. Папочка! Привет, тыковка. Ну что, как день прошел? Нормально. Милли мне адрес записала. Но я все равно буду скучать. Да, я тебя понимаю. Это для всех большие перемены. Как только приедем в Сент-Луис, сразу ей напишем. Так, ну все. Мне надо маме помогать. Беги, переоденься в пижаму. А ты меня сегодня спать уложишь? Ясное дело. Ты у меня сегодня молодец. Так что я взяла твою любимую. Ммм, креветочки. Кстати, из грузоперевозок не звонили? А, нет. О, ты все сделал. Отлично. Ей понравилось. Пошутим. Отчего ты удивляешься? Грузоперевозки от Винца к вашим услугам. И, разумеется, мы всегда рады чаевым. Ну, это ты загнул. Ну, если не получу эту новую работу, и правда придется на подачке жить. Помнишь, что ты сказал, когда меня из налоговой уволили? Что, перед уходом набей сумочку канцелярии? Нет. Ты сказал, что от перемен больно, только если им противостоять. И ты был прав. Если бы меня тогда не уволили, я бы не окончила аспирантуру и не начала бы преподавать. Да, понимаю. Надо думать о хорошем. Умираю с голоду. Зоя уже поела, а у меня с утра времени не было. Ты пока ешь, а я ее спать уложу. Ну-ка, давай пижаму наденем. Ну что, как настроение перед завтрашним днем? Рада, что переезжали? Мне приснилось, что грузчики пришли за вещами и что они забрали лампу-звездочку. Я никогда не спала в темноте и испугалась. А знаешь что, мне недавно тоже плохой сон приснился. Про то, что очень хочется забыть и не вспоминать. Тебе темнота приснилась? Нет. Но сны снятся не просто так. Бывает, что они хотят нам что-то сказать. Как это? Например? Страх надо побороть? Когда мы чего-то боимся, темноты например, воображение рисует жуткую картину. А потом восходит солнце, и мы понимаем, что бояться-то было и нечего. Пока опять не станет темно. Давай-ка засыпай, ладно? Люблю тебя до луны и обратно. Мне страшно, хочу к маме. О, хоть бы грузчики завтра приехали. Вот не могли написать и подтвердить, что будут? Уже улеглась? Мам! Иду, солнышко. Ну, наконец-то. Наверное, грузчики. Не совсем это и грузчики. А что еще за Брюс? Опа-на, вот это вот по пандусу. Почему везде темно? Свет вырубили. У нас тут часто перебои. Это не перебои, это шериф постарался. Дейл, следи. Ага. Надо отсюда выбираться. Не люблю темноту. Мне страшно. Включите свет. Джей, отведи девчонку наверх. Открываем окно. Не надо, это совершенно ни к чему. Через окно никак. Почему ж никак? Через дверь точно мы никак не зайдем. Оно что в столе есть у нас? Так, здесь стол. Заколка. Пригодится. Ну, давай попробуем окно открыть. Может, через ручное переключение? Или только дверь можно. Ну, так давай. Эй! Ну, открываешь быстрее. Ковыряешь там долго. Обалдеть, все-таки получилось. Что-нибудь видишь? Нет, слишком темно. Я нас-то почти не вижу. Поищи веревку. Этих надо связать. Эй, это слышал? Проверю заднюю дверь. Зоя наверху. Она темноты боится. Все равно вас скоро возьмут. Ты же понимаешь. Заткнись, Джойс. Я серьезная. Может, лучше рвануть через пустыню? Помолчи пока. Зои! Это я, тыковка. Это папа. Молчи. Замри. Не дыши. Два подслушаем. Надо быть сильным. Конечно, предупредить надо. Они вломятся в любую секунду. Я не хочу в тюрьму. Тогда давай, лучше прячься. Мы выберемся отсюда так быстро, что даже свет включить не успеют. Хорошо? Все вместе? С мамой и дедушкой? Конечно. Мы их здесь не оставим. Этот младший брат довольно-таки еще хороший мальчик. Он всего этого видно, что не хочет. Даже помогают малышке. В то время как двое других обезбашены и конкретно. Ну как вы тут? Слава богу, ты ее привел. А где холты? Вроде через заднюю дверь ушли. Надо выбираться отсюда. Дай мне руки. Ты в порядке? Да. А ты? Начали. Все на пол! Опа-на-всё. Не стреляйте, мы заложники! Менты зашли. Оставайтесь на месте! Где преступники? Черт! Бегите к двери! Я прикрою! Отступаем! Санчес! Санчес! Черт! О, господи! Бежим! Больше шансов не будет! Не успеем. Не высовываться. Винц! Надо бежать! Слишком опасно! Я в этой долбанной дыре помирать отказываю. Эй, что ты делаешь? Дедушка! Санчес ранен! Я знала, что это плохая идея. Саша, отступить! Не стрелять! Повторяю, не стрелять! Я ск... Еще одна такая ваша ошибка! И все отсюда поедут в мешках для трупов! И... Джим! Джим, слышишь меня? Ах, черт! Так, ладно. Винц. Дедушка ранен? Не знаю, милый. Ну, раз дышит, уже хорошо. Джим, ты как? Папа! Ему нужна помощь! Вызовите скорую! Вроде ничего страшного. Может, просто его ушиб? Да не просто. У него рак мозга. Если удар пришелся куда-то не туда... Да уж. Ну что, дед, как ты там? О, господи. Это все я виноват. Вот втемяшилось же мне попытаться исправить свои прошлые ошибки. Ты как? В себя приходишь? Как ты себя чувствуешь? Джим, ты как? Башка трещит. Эдди, в порядке? Кто? Все... Все нормально. Только... Только минутку посижу. Осторожней. Ему надо врача. Дэйл, попробуй переградить дверь на второй этаж. М-м-м. Ну? Нет, молчать. Теперь ты слушай. Пригони нам вертолет. Иначе начну убивать заложников. Именно. И чтобы высадили в Мексике. Ничего себе. В Мексике-то зачем? Затем. Ребят, ну вы даете, конечно. С простым ограблением не справились. А теперь вам вертолет подавать. Давай без нотации. Да или нет. Попытаюсь. А сначала докажите, что вам можно верить. Выпустите кого-то одного. Не буду я ничего доказывать. Я понял. Вы люди практичные. И небось там уже с голоду помираете. Давайте так. Мы шлем еду. Вы отпускаете одного заложника. Я иду выяснять насчет вертолета. По рукам. Пиццу тащи. И не из ларька здешнего. А франкос. С овощами. Дай 20 минут. Ого, еще и пиццу хотят. Ну что, хорошие новости. Один из вас свободен. Наконец-то грузовая компания отзвонилась. Завтра утром будут на месте. Наш последний калифорнийский закат. Тринадцать лет назад я только и мечтала уехать из Сент-Луиса. До меня в семье никто не был в колледже. Мама смотрела на меня с такой гордостью, когда я уезжала учиться. Ну а знаешь что? Никогда не думала, что буду горда туда вернуться. Только вещи собирать слишком долго. А разве есть на свете что-то тяжелее переезда? Развод. Говорят, развод это тяжело. В общем, это наша последняя ночь. И мы так давно с тобой не... Ну, в общем, может, устроим этому дому прощание? Давайте поцелуем. Опять этот Брюс звонит. Смотрите. Что ж такое? Она действительно изменяет ему или нет? Зоя проснется. Алло. Спасибо. Мне тоже нравилось с тобой работать. Пусть как поговорит. Ничего, вы и без меня прекрасно справитесь. И тебе удачи. Пока. Из университета звонили. Ты же только час назад оттуда. Что поделать. Коллеги уже соскучились. Например, Брюс? Какие... Винс, ты в мой телефон залез? Папа. Папа. Зои. А ты почему не спишь? Уснуть не могу. Пап. Что, дочка? Мы ведь всегда вместе жить будем. Я, ты и мама. Всегда ж. Если мама к Брюсу не уйдет. Конечно. Даже когда мы состаримся, и ты сама нас будешь спать укладывать. А этот твой Брюс, он кто? Да? Ну, он читает лекции по макроэкономике. Мы вместе писали статью о финансовом кризисе в Эквадоре. Вот, собственно, и все. Ты не говорила о нем. Ты никогда о нем не говорила? Говорила? Много раз. Ты просто не слушаешь, когда я о работе рассказываю. Я слушаю. Просто не помню, чтобы ты о нем говорила. Давай обо всем этом забудем. Это ведь наш последний вечер здесь. Впереди несколько долгих дней. Я пить не буду. здесь что-то не сходится. Ты в последнее время задерживалась допоздна. Ну, потому что... Я же увольняюсь. Надо оставить о себе хорошее впечатление. Ты на той неделе сказала, что будешь допоздна работу проверять, а потом от тебя пахло вином и духами какими-то. Винс, посмотри на меня. Да, у нас тяжелый период. Целый год уже. Но я тебе клянусь, между мной и Брюсом ничего не было. Пожалуйста, поверь мне. Давайте, я думаю, поверим ей. Так убедительно это все. Я перегнул. Не знаю, что на меня нашло. Просто ты права. В этом году я многое потерял. И боюсь потерять еще и тебя. Понимаю. Все хорошо. Иди ко мне. Стой, стой. Не надо. Все нормально? Да, я просто просто устал. Столько возни с этим приездом. Ну, да. Лучше поспать. Завтра весь день в дороге. Спокойной ночи. Ага. Винс, твой отец меня беспокоит. Черепно-мозговая травма это не шутка. А если еще и опухоль давит на мозг. Ну, как он? Плохо. Но просит отправить Зои. И он прав, Винс. Мы видели, на что они способны. Пожалуйста. Ее надо скорее уводить отсюда. Все. Питры с овощами у меня. Скоро остынут. Так что, жду заложника. Вставай, старик. Сходишь прогуляться. Я... Я... Я не пойду. Пусть заберут Зои. Я... Со мной нормально все. Мне плевать, кого. Но обеих не выпущу. Давайте отправим Джима, потому что он все-таки как-никак ранен. А Зои, думаю, они не тронут. Джим, у тебя травма головы. Ты едешь на МРТ. Это не обсуждается. Ну, хватит. Не надо. Мне в больницу. Выведешь, заберешь пиццу и вернешься. Я за тобой слежу, Винс. Когда у меня шишка, мама всегда лед прикладывает. Ну, и я приложу. Люблю тебя, внучка. Эй, смотри. Ты потеряла. Хороший этот все-таки младший брат. Так, все. Они выходят. Не двигайтесь. Так, а где Зевс? Куда они тебе попали? По той самой стороне? В смысле? Ну, где опухоль? Ах, господи. Винс. В общем, нет никакой опухоли. Тебе что, память отшибла? Год назад поставили диагноз. Опухоль в теменной доле. Не болен я. Я все придумал. Что? Просто где-то год назад умер мой лучший друг Тони. И тогда я вдруг остался один. Брата со мной давно нет. И больше у меня никого. Только ты. Ну, я и подумал, что хочу снова быть отцом. Хоть и понимал, что ты меня просто так на порог не пустишь. Нужно было как-то тебя убедить. Нет. Нет, не может такого быть. Скажи, что ты просто бредишь от сотрясения. И это, чтобы мы взяли тебя к себе. Винс, не знаю, почему я тебя обманул и очень сожалею. Я всю жизнь всем врал. Уже даже сам этого не замечаю. Все, хватит. Короче, все. Замолчи. Я и так всю жизнь надеялся, что ты не безнадежен. Сынок, прошу тебя. Просто так вышло. А побыстрее можно? Просто я испоганил все, что у меня было. Мой брат, здоровье. Я соврал, потому что хочу семью. Хочу, чтобы ты и Зоя были рядом. Если сегодня выживем, пожалуйста, дай мне еще один шанс. Дадим шанс. Кто жалко его. Ну, хорошо. Ну, это последний раз. Спасибо, Винс. Для меня это очень важно. Я лучше пойду, пока он меня не узнал. Что? Можно мне медика сюда? Я шериф Ромеро. А ты, я так понимаю, Винс. Где девочка? Внутри осталась. Отдай ему пиццу, пусть идет назад. Я понимаю, тебе тяжело, Винс. Но есть и хорошая новость. Какая? У нас там скоро будет свой человек. Удачи, дружище. Все будет нормально. Забирай, и чтобы без глупостей. Эй, салфетки не забудь. Двусторонний пейджер. Буду на связи. Приятного аппетита. Все, завербовал момент к себе, конечно. Пейджер дал. Что-то, что-то будет происходить. Эй, а вот и наш курьер. Долго шел, чаевых не будет. Ну, надо же. Вроде коп, а слово сдержал. В лице ты фигня. А вот вертолет. Я понимаю, что ты этого не хотел, но... Ромеро готов плясать под твою дудку. Серьезно? Надеюсь, так оно и есть. Я на этот мотель 10 лет копила. Эш только-только тут освоился. И что теперь? Как нам здесь дальше жить? Заново покрасим стены, стекла заменим. И будет все как новое. Вот увидишь. Плевать на стены. Я про то, что здесь случилось. Дедушку отправили к врачу? Да, милая, он уже у врача. Все будет хорошо. Странное дело. Кажется, он знает шерифа. Правда? Откуда? Он не сказал, но выглядело как будто... Что? Он меня пугает. Он меня пугает? Я ему вообще не верю. Не знаю почему. Не то, чтобы я особо любила копов, но сейчас они наш единственный шанс отсюда выбраться. Да, это правда. Хочешь совет? Не связывайся. Я ничего не говорил, но Данте мой двоюродный брат. И вся наша родня с самого начала знала, что на посту шерифа ему делать нечего. Чем ты занят? Деньги считаю. Джей, а ты чего не ешь? Не хочу. Я жду, когда все кончится, Тайлер. Скорее бы. Мы победим, и все закончится. Помни об этом и делай, что сказано. И давай-ка ты поешь. Давайте свяжемся, посмотрим, к чему это придет. Эй, а с нами-то поделиться не хочешь? Какой-то хочет черный блокнот найти. Где же я его теперь буду искать? Что, даже не поделитесь? У вас же шесть пицц. Да, это все нам. А ты отвали. Вот же ты сволочь. У пола сахар пониженный. Ничего. Я из автомата что-нибудь возьму. А нам поесть дадут? Нет, я же сказал, что нет. Что непонятного? Теряемся в доверии к Дэу. Эй, а давайте будем делать, что нам сказано. А ничего, что мы тут все есть хотим. Им нужны силы. Мы поедем, когда нас освободят. Бо ты за нас так волнуешься. Пошутить. Похитителей надо хорошо кормить, чтобы не злились. Ха-ха. Ну, в общем-то, да. Что, выпендриваются? Не. Нормально все. Черт, извини. Идиот. Вытирай. Знаешь, в чем твоя проблема? Вот не можешь ты посидеть на жопе ровно. А если бы не рыпался, мы бы уже давно свалили. Я об этом как-то не подумал. Ты главное не понимаешь. Не мы такие, жизнь такая. Да, нам нужны были деньги, но мы нормальные. Тайлер на все руки мастер. Джей у нас юный натуралист. Я как-то винный магазин ограбил, но... Нет. Только вот не знаю, посмотрит ли на меня Джессика после всего этого. Проявить сочувствие. Ну да, это может быть проблемой. Захлопнись. Да брось, чего ты? Я ж тебя понимаю. Ну зашибись повезло-то. Ты меня понимаешь. Аллилуйя. Эй, да я просто хотел, ну... Что ты хотел? Пожалеть меня? Нахер пошел. Козел. Ладно, приятного аппетита. Короче, с пиццы не вышло. Да, мне больно-то и хотелось. Наверное, опять копы звонят. Ну, что там с вертолетом? Будет. Я договорился. Сможете пересечь границу между Мехикале и Эль-Пасо. Но прежде чем подать его к подъезду, я хочу выяснить, почему вы решили грабить именно мой дом. Выходите сюда поговорить. На воздух. Или вертолета не будет. Что он мутит? Это какая-то западня? Возможно. Но пока придется ему подыграть. Ну, давай, я пойду. Мне есть что ему сказать. Ну, нет. Я обещал матери тебя беречь. Не боись. Я сегодня буду большой мальчик. Имей в виду, если что, плохо будет заложникам. Все будет нормально. Даю слово. Эй, курьер! Пошли, прогуляемся. Эй, скажи Данте, чтобы уже вытаскивал нас отсюда. А можно меня как-то не душить? Кто ж виноват, что у тебя шея толстая? Я выхожу! О, боже. Скорей будешь куда-нибудь на пляж. Буду жрать томали и текилу. Все у тебя получится. Уже скоро. Главное, голову не теряй. Угу. Голову не теряй. Ага. Ты прям как Тайлер. Только вернись. Пожалуйста. Угадай, кто? Дэйл Холт. Я думал, выйдет твой брат. И тут я. Сюрприз. Винс. Не думал, что так скоро увидимся. Да? Обнадежил. Раньше вы были обычной шпаной. Один раз тупая попытка грабежа, да так, крали по мелочи. Теперь вон что. Вот теперь вы действительно к славе пришли. Я тебе больше скажу, урод. Я тебя в лимонад нассал. Так, короче. Вы забрали то, что принадлежит мне. Ну да. Деньги твои. Я не про деньги. Мой черный блокнот. Где он? Ты о чем вообще? Хватит придуриваться. Чушатый, я ему башку отстрелю, я клянусь. Говори, где блокнот. Я же сказал, я понятия не имею, о чем ты. Ну как хочешь. Ого, смотрите, снайпер метит уже. Видно красную точку. Я не буду предупреждать. Цель убита. Повторяю, цель убита. НЕТ! Вы его убили, суки! Убей! Убей! Что за херня? не стрелять но все беги беги к двери ты еще не закончил найди мой блокнот и у них его нет он же сказал у них нет то сейчас они все врут как дышат я советую вернуться ты что сделал кто я я тут вообще не причем ты зачем вернулся потому что здесь моя семья из-за тебя убили эй он то чем виноват это на твоей совести тайлер это ты велел брату выйти наружу хочешь кого-то обвинить пойди и глянь в зеркало джойс нет тайлер продолжает дальше по педжеру общаться все-таки зря мы наверное связались с этим черным блокнотом дело будет реально жареным пахнут вот так вот у нас закончилась вторая серия очень много смертей к сожалению но я думаю это можно было предотвратить но последствия другие могли быть тоже гораздо хуже может оно и хорошо что так вышло единственное что мне жалко девушку с гостиницы а так в принципе брата не особо жалко он сильно агрессивный был кому понравилась эта серия обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал про колокольчик не забываем всем до встречи всем пока с вами была ваша мурмел